добрый день дорогие мои друзья приветствую все кто вот сейчас смотрит а если у нас смотрит значит вы наши коллеги вам нравится все антикварно винтажное что касается старины сегодня видео будет не очень и а такое обычно в нем будет самые самые вещи которые нигде не меркали ни в одном из моих видео но эти вещи были куплены под заказ и конечно не прекрасно потому что это редкость давайте начнем но первое это такое антикварное блюдо от майсон она 32 сантиметра такое достаточно большое и в очень хорошем состоянии посмотрите на эту красоту конечно эти вещи дорогие очень и куплены куплены они были под заказ и слава богу что все дошло хорошо вот такой вот кобальт золоте смотрится просто прекрасно давайте прям детально рассмотрим но кто видел майсон в реале то понимает что это не просто рельефный рисунок а это настоящие рельефы то есть вот могли мастера именно это мануфактуры преподнести вот эти вот барочные узоры и как мы сейчас называем 3d до формате 3d такая вот красота и сейчас я переверну покажу вам но поменяла место здесь наверное лучше будет его видно здесь у меня как раз падает лампа свет конечно это вечно который можно любоваться знаете как моя витрина 1 который ничего не продается она вот только для меня для хуберта я так как женщина я говорю для меня потому что я очень люблю постоянно протирать там пыль переставлять любоваться этой красотой и у нас есть второе блюдо о держите меня семеро называется она 31 сантиметр она чуть чуть поменьше чем предыдущие она в отличном состоянии вообще честно говоря мы познакомились одним коллекционером нам нас познакомили друзья хобберта и он распродает ну может быть его родители были коллекционер но факт то что у него коллекция майсен и вещи достаточно очень старенькие причем вот мы заказали сейчас одну терину 1780 года мы конечно были немного в таком шоке у него очень много вещей конечно и но все это стоит конечно больших денег мы заказали по катерину это тоже под заказ но хочу сказать что такую коллекцию которую собрал он либо его предки а может под передавалась поколение поколение конечно сердце замирает от такой красоты купить для себя мы такое сейчас не может не можем сеть себе позволить потому что это речь идет о больших деньгах и этот коллекционер должен набросать нам еще фотографии других мануфактур то есть он имеет не только в коллекции майсен но и кпн он сказал про мануфактуру самсон мы честно говорят с кубертом приглянулись и мы были как профана мы не знаем что такое что это за мануфактура если кто знает напишите ну факт тот что ждем ждем фотографии и тогда возможно выберем еще что-то но вещи совершенно уникальной если хотите я в это видео ставлю фотографии то что он имеет вот когда уже придет ирина я покажу вам ее в отдельном видео такая ликота всегда боюсь беру когда в руки такую вещь прям страшно становится спрашивать глупо понравилось ли вам мне кажется такой не может не понравится так ну что дальше вот такая ваза на интерьерная большая она 55 сантиметров это коллекция минг такая вот красотка пока она свободна если она останется у меня я буду очень очень рада тем более ожидается у меня еще очень много блюд коллекциями я очень люблю этот такой знаете восточный мотив он очень не близок потому что моя родина узбекистан если кто смотрит из меня у меня из самарканда или зубкистана земляки всем привет это кайзер коллекция минг ну а теперь перейдем к моей любимой витрине я вам покажу такое великолепное трио очень редкое трио мануфактуру силовиц сожалению гальваника серебра пытались неправильно почистить и она имеет такие вот потертости я тоже попыталась но поняла что безуспешно лучше оставить вот так вот вот таком цвете и вот эти вот потертости гальваники конечно для меня это даже какой-то шарм придает старые вещи да посмотрите мануфактуру силовиц она встречается крайне крайне редко вот такая неописуемая красота тончайший фарфор это вот то что из новинок и хочу показать вам еще мою любимую чашечку чашечка мокко антикварная невероятной красоты вещь абсолютно музейная еще я мне кажется его не показывала только выставляла фотографии это антикварная бульотка бульотка более юткой но мне кажется что бульотка правильно сказать и это 19 век если сказать русским словом самовар одним словом здесь видите такая вот керосинка но самое главное посмотрите как она оформлена вот так чайник ставится и обратите внимание какие ручки посмотрите какая красота это цинк олово верни до цинк по-немецки олова я посмотрела цены на авито и было авито простите не авито а на сайтах антикварных магазинов россии так вот цены от 25 тысяч зависимости от металла и до до 94 была самая дорогая я была в таком немного шоке я поняла что я нашла клад как же было все красиво и вот самый казалось бы мелочь ручка да но это все так с душой все продумывалось изобреталось что сейчас можно эту вещь просто любоваться произведение искусства а вот то что останется после нас этот минимализм эти толстые керамика вот такие я думаю она и не остается все это сгниет и нечем будет любоваться останется только красота 18 19 век начала 20 ну это мое субъективное простите вот такое блюдо сарау я уже говорила что эта мануфактура не восстановилась после мировой второй мировой войны в сорок пятом году она прекратила свое существование но она изготавливает настолько прекрасный фарфор что когда его находишь ты понимаешь что находишь уже последние то что остается конечно же у коллекционеров такое вот огромное блюдо сейчас я покажу клеймо мануфактура сарау она конечно тоже нашло сразу свою хозяйку она цвета слоновой кости смотрите какое чудо я такую коллекцию никогда не встречала от кайзер вон называется тоже такой восточный мотив она даже при перекликается вот с этой вазы минг роскошная конечно ее тоже сразу купили но я не повторяю я не встречала вот еще что-то из этой коллекции возможно какие-то коллекции были лимитированной серии отличие вот от этой сейчас две секундочки коллекции манжури и вот минг можно встретить чаще а вот сиам и этюд конечно встречаются крайне редко но она прекрасно манжури я тоже прекрасно у меня здесь на комоде мне такой старинный английский комод там лежит у меня текстиль и здесь у меня стоит вот такая вот антикварная ненажница нет конечно потертости это карте лишь до конец 19 начала 20 века красавец карте и этот кайзерский великолепный просто подсвечник огромный сейчас мы берем свечку чтобы она нас не портила вид но он когда мы купили к сожалению продавец нам не сказал что он вот имеет трещинку он склеен я конечно я не я не я не верю в приметы и для меня такая такая красивая вещь даже если она имеет какую-то там трещинку все равно она прекрасна вот она останется в нашем доме она этот подсвечник он конечно будем любоваться и использовать мы любим свечи зажигать часто ну и напоследок я вам покажу вот такую вот кофейную чашечку мока это у нас трестон это тридцатые годы судя по клейму мы с хозяюшкой сейчас уже это чашечка имеет свою хозяйку она просто еще не отправлена и мы интересовались изучали такого она примерно года вот такая вот антикварная чашка приблизительно которую уже сто лет тоненькая вся эта ручная роспись конечно невероятная красота клеймо золотая роза овечка эта красотка меня потрясла ну и на фоне вот этого сервиза из моей комнаты комната называется у нас бюро я заканчиваю свое видео надеюсь что вам все очень понравилось друзья всем мира и добра и пока пока у нас бюро я заканчиваю у нас бюро я заканчиваю свое видео надеюсь что вам нужно как раз и зайти к нам на иной как раз и так далее Продолжение следует...